Совсем скоро страна отметит 72-ю годовщину главного праздника страны. Журналистам рассказали, как регион готовится к празднованию Дня Победы. Самому молодому участнику войны сегодня 91 год. В Ивановской области их осталось 977 человек. На данный момент среди них нет ни одного, кто бы нуждался в улучшении жилищных условий. Жилья дожидаются около 70 человек. В основном это члены семьи участников войны. Мы ждем сейчас второй транш из Федерации. Он в размере 20 миллионов рублей поступает буквально в ближайшее время. Сможем тратить эти деньги, как только будет утверждена на федеральном уровне стоимость одного квадратного метра жилья, для того, чтобы определять размер компенсации, который мы можем направлять на выплату этой категории граждан. Ряд мероприятий пройдет еще до 9 мая. Например, 5-го в Иванове на медальонах у памятника героям фронта и тыла будут увековечены имена четырех героев наших земляков. Торжественная церемония запланирована на 11.30. На двух медальонах, потому что медальоны, вы знаете о том, что сегодня разделены, на части медальонов нанесены имена полных кавалеров Ордена Славы и медальоны, на которых нанесены имена героев Советского Союза. Таким образом, в этой церемонии будут задействованы два медальона. Утро 9 мая уже по традиции начнется с праздничного парада на Шереметьевском проспекте. Самая народная акция «Бессмертный полк» пройдет по прошлогоднему сценарию. Правда, на пути исследования колонны будет много сюрпризов. На площади революции развернут огромный флаг победы. Шествующих будут встречать школьники с портретами героев Советского Союза. В городе засовучат песни военных лет. Формирование колонны начнется 9 мая в 14 часов на Шереметьевском проспекте около памятника героев фронта и тыла. Затем колонна пройдет по Шереметьевскому проспекту к памятнику борцам революции и затем уже по проспекту Ленина до площади Пушкина. На площади Пушкина можно будет подкрепиться солдатской кашей и даже попробовать хлеб точно по такому же рецепту, как его пекли в блокадном Ленинграде. Пища для ума и развлечения тоже предусмотрены. Здесь будет работать интерактивная площадка, которая позволит всем ивановцам, которые придут на площадь Пушкина, увидеть выставку прежде всего военной техники. Это то, чем сегодня горды мы, наши десантники, естественно, будет принимать участие только та техника, которая не задействована в военных учениях. Также проработан вопрос с военно-патриотическим клубом ИКАР и они готовы здесь выставить ретро-технику. Это также будет интересно для жителей города Иваново. Яркой точкой в праздновании 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне станет фейерверк. Его можно будет увидеть в 22 часа на площади Пушкина. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.